В Люберцах провели очередную встречу в формате выездной администрации. Жители задавали вопросы главе округа, руководителям профильных подразделений администрации, представителям управляющих компаний и депутатам. Какие вопросы беспокоят люберчан, расскажет Богдан Колесников. Малаковский квартал. Значит, у нас нету парковочных мест, потому что расстройщик не сделал, не выполнил свое обещание. Плюс ко всему у нас одностороннее движение, но дорога, выводящая с ЖК, не благоустроена. Там просто щебень с большими ямами. И мы на этот год уже запланировали сделать дорогу, кусок и парковку. На встрече говорили и о благоустройстве ухтомского пруда. В конце апреля, по многочисленным просьбам люберчан, в центре водоема вновь установят фонтан. А вот жителей коттеджного поселка Марусин-Лук беспокоит экологическая обстановка. Речка Чернавка, слагман. Вот этот флагман, он нам выливает регулярно синюю воду. То есть мы все это видим. Нам очень горько от того, что мы слабые и хрупкие женщины, и нам приходится бороться с ветряными мельницами, с мусоросжигательными полигонами. Есть ряд предпринимателей, которые усердно продолжают нарушать природоохранное законодательство, и за что получают, естественно, соответствующее наказание. Так, в отношении одного участка, который находится вблизи реки Чернавка, в результате всех рейдовых мероприятий, министерством экологии был начислен ущерб 52 миллиона. Деятельность на участке прекращена полностью. За другими предпринимателями экологи тоже ведут постоянный контроль. На встрече обсудили благоустройство дворов и создание спортивного кластера на территории 22-й школы, создание пешеходного перехода через Октябрьский проспект у Вечного огня, обустройство парковочных карманов во дворах и организацию мест для выгула собак. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.